МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Запах весны. Жители Чебоксар и Чебоксарского района уже не первый год жалуются на зловоние от отходов птицефабрики Юрма. Заложники спасены, преступники обезврежены. В Чебоксарах прошло антитеррористическое учение. Ура! Каникулы! Загородные и пришкольные лагеря готовы принять детей. Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году проходил под девизом «Создавая экономику доверия». На форуме Чуваши обзавелась целым рядом договоренностей. Были подписаны документы с двумя крупными банками и трехстороннее соглашение с Внешэкономбанком. Меморандум позволит расширить взаимодействие сторон в целях улучшения инвестиционного климата республики, а также содействовать в создании условий для ее устойчивого экономического роста. Что нам дал Санкт-Петербургский форум, это прежде всего то, что Внешэкономбанку интересно предприятие Чувашской республики, интересное направление, которое выбрал правительство Чувашской республики. И есть определенные сегменты, те направления, которые Внешэкономбанк готов участвовать. Это электроэнергетика, это электроника и здравоохранение. В частности, это реконструкция перинатального центра. Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч. Развитие сельского хозяйства глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с членом Комитета Государственной Думы России по аграрным вопросам Виктором Кидяевым. Глава республики рассказал, что Чувашии большое внимание уделяется решению вопросов села, развитию отрасли сельского хозяйства. В свою очередь, Виктор Кидяев поделился своими впечатлениями от посещения нашей республики. Проехались, посмотрели, и в горы по городу проехались очень чисто, аккуратно, поговорили с людьми. Самое мне, что приятно, как мои избиратели живут, то есть говорят много лестного в адрес и главы республики, и законодательного собрания. Это о чем говорят? Что есть полное понимание, мне бы хотелось и всегда было бы так. Мы съездили, проехались по сельским населенным пунктам, поговорили с жителями, посмотрели поля, как все-таки были посеяны, как они содержатся. Это, конечно, радует, что живут здесь очень правильные, серьезные люди, и надо признать, они большие профессионалы. С начальником управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, полковником полиции Александром Бережным, Михаил Игнатьев обсудил вопросы обеспечения безопасности на всех видах транспорта. И задача наша по программе «Безопасный город» увязать все эти вокзалы, которые есть, с муниципальными программами, региональными программами, для того, чтобы каждый квадратный метр был оплачен в виде камерами, современными, да, и для того, чтобы обеспечивать, во-первых, контроль, а где какие правонарушения есть, чтобы эти правонарушения раскрывались, выявлялись, соответственно, и ответственные лица, которые там нарушают, привлечены были к ответственности. Вот главный принцип нашей совместной деятельности с вашими коллегами, которые представлены на территории нашей республики. Александр Бережной отметил, что в Чувашии ведется большая работа по улучшению инфраструктуры. Приятно было услышать позитивную оценку деятельности органов внутренних дел на транспорте со стороны главной республики и заверение о том, что вот то движение позитивное вперед, в том числе в плане обеспечения безопасности населения и гостей республики, оно продолжится и в том числе при непосредственном участии подразделений транспортной полиции. Обсуждались вопросы повышения уровня материально-технического оснащения, что, несомненно, позитивно скажется на уровне безопасности населения республики в первую очередь. Разбавили цельное молоко смесью из сухого. Не указали это на упаковке. Цену не снизили. Так недобросовестные предприниматели наживаются на покупателях. В списке таких предприятий оказались и местные производители. Результаты проверок производства и качества продукции озвучили сегодня на заседании по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фальсификатом такое молоко не назовешь. Стандартом соответствует употреблять и продавать можно. Только обман налицо. Судя по упаковке, молоко цельное, а внутри разбавленное смесью из сухого. Всего исследовано 76 проб молока молочных продуктов. Из них наличие сухого молока установлено в 10 пробах. В обороте, то есть при реализации, выявленной продукции, несоответствующей требования технических регламентов производителей, по микробиологическим показателям, ядрин молоко, яльчиковский сыродельный завод, козловский молочный завод. А по показателям наличия сухого молока, ядрин молоко, бурнорозавод, сом, оконт молоко. Я помню, когда технические регламенты на молочные продукции вообще принимали, утверждали, производители, которые там смешивают с сухим молоком, с сухим молочным продукцией, они должны информировать потребителей, в упаковке должно быть написано «молочный напиток». Но, увы, к сожалению, я не услышал. Молочный напиток. Есть надпись каких-то упаковок или нет этой надписи вообще? Нет? Конечно, мы здесь кромогласно должны говорить, в каких это магазинах, какой производитель это делает. Люди просто знали, понимали. В целом Роспотребнадзор с начала года провел 102 проверки. Количество обнаруженного контрафакта продуктов питания не превышает 5%. В этом отношении фармацевтический рынок чище. По результатам проверок Росздравнадзора фальсификата в медицинских и аптечных организациях Чувашии не выявлялось. Однако, некачественные или вовсе не лицензированные препараты все чаще распространяют через интернет. В ходе контрольных закупок сайта появляются незарегистрированные лекарственные средства, не прошедшие контроль качества, обращение которых на территории России запрещено. Так, в законодательстве России отсутствует понятие интернет-аптека. Продажа лекарственных препаратов разрешена только со стационарных точек, имеющих соответствующую лицензию. Закупки препаратов с интернета осуществляет МВД. Экспертизу проводит Росздравнадзор. И на основе их данных Министерство внутренних дел привлекает к ответственности недобросовестных предпринимателей. В этом году, 28 марта, мы на протяжении определенного времени документируем противоправную деятельность одного из лиц, которые через сеть интернет как раз распространяли незарегистрированные лекарственные препараты. 28 марта было возбуждено уголовное дело по части 1, вот именно статьи 238 Уголовного кодекса, прям 1. По этому же алгоритму ведомства будут продолжать противодействовать незаконному обороту промышленной продукции в Чувашии. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Ужасная вонь снова вернулась. Чебоксарцы и жители Чебоксарского района уже несколько недель подряд жалуются на неприятный запах. На зловонию местные жители жаловались и в прошлом году, но газовая атака продолжается. Кто виноват и что делать? Наша съемочная группа вместе с представителями ОНФ выехала на место вблизи деревень Хуренлых и Малой Карачуры, чтобы найти ответы на эти вопросы. Картина действительно удручающая. На площади в 10 гектар сплошь птичий помет. И все это не просто пахнет, а источает ядовитый, аммиачный запах. Местные жители признаются, это постоянная головная боль. Живу в этой деревне лет пять и летом, весной, осенью постоянно ощущаем запах вот этого жижи, их навоза. Стоит запах днем и ночью, невозможно дышать. Ближайшие деревни тоже все жалуются в округе, вот сколько деревень есть, они все жалуются, что есть такой запах. Мы писали коллективное обращение с подписями всей деревни полностью. Подписи собрали, направили в прокуратуру предоохранную, ну везде отправили, ответ везде получили, типа у них все хорошо. Типа они все нормально, все соблюдают. Именно на это место зимой и летом свозится весь птичий помет с птицефабрики Юрма. Подобные отходы, даже переработанные, относятся к четвертому классу опасности. И складировать их на землях сельскохозяйственного назначения просто так нельзя, отмечают эксперты. Помет в таком количестве можно хранить только под навесом на специальной площадке с твердым покрытием, которая устойчива к воздействию органических веществ. По периметру эта площадка должна покрыта быть оболовкой, то есть валом закрыта, чтобы ничего не утекало с этой площадки. И они по периметру также должны быть обязательно оснащены ливневыми очистными сооружениями. То есть вот эти вот стоки не должны попадать в ближайшие водоемы. То есть мы видим, что вот этих условий здесь не соблюдаются, они здесь не соблюдены. Здесь помет размещен просто на грунте, просто на землях сельскохозяйственного назначения. Что, конечно же, несет экологический ущерб данным зельмам и не допускается вот такое размещение на землях сельскохозяйственных назначений. Вывод экспертов один. Здесь нарушены все правила хранения отходов. Под угрозой артезианские скважины. Плохо то, что вот после дождей или паводков, во время паводков, да, ну, большое количество воды, она смывается. Смывается в реки. А реки, значит, тоже связаны с этими водоносными горизонтами. Там вытекают родники, а бывает и так и наоборот, вот осенние. А как раз она загрязняет водоносные горизонты питьевого качества. Хотя тут скважины глубокие, но анализы воды из этих скважин, которые пьет население, ну, не делают. А практически, когда такое соседство, которое загрязняет подземный вод, надо в году два раза отбирать пробу воды на химанализ. До самой Волги доходит и загрязняется. Особенно весной. Очень бурная река. И тем более вот эта вся площадь водозабора, который вот идет реку Рыкша, как раз начало вот этих все из этой площади. Кстати, в реке Рыкша сейчас не то, что рыбы. Даже лягушек не увидишь. Экологи бьют тревогу. До экологической катастрофы совсем немного. А вот сотрудники агрохолдинга Юрма считают, что птичий помет на полях в таком количестве приносит только пользу. И источник неприятного запаха – старые канализационные трубы. Мы соблюдаем ту технологию, которая разработана, для того, чтобы никакого вреда почвы не сделать. И это мы все соблюдаем. Чебоксары тогда лежат на запах. Еще раз говорю, могу на камеру сказать, птичий помет пахнет определенно. Человеческое дерьмо определенно. Канализационные станции, которые у нас в водоканале, очень старые. И все запахи – это идут с водоканала. Правда, через какое-то время после общения с журналистами, экологами и членами регионального ОНФ Владимир Ермолаев поделился мыслями о том, что в ближайшее время агрохолдинг начнет перерабатывать помет. И на поля он будет вывозиться уже в качестве удобрения. Оказалось, что проект по переработке птичьего помета стоимостью более 200 миллионов рублей уже разработан. Но когда его удастся воплотить в жизнь – неизвестно. Между тем, на агрохолдинг уже заведено уголовное дело. Ведется расследование. По выявленным Чебоксарской международной природоохранной прокуратурой в 2017 году трём фактом не санкционировано размещение ООО «Егрохолдинг Ерма» птичьего помета на землю сельхозназначения прокуратурой направлено материалы в правоохранительные органы для решения вопросов о уголовном преследовании по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации «Порчи земли». В настоящее время по двум материалам возбуждения уголовного дела ведется расследование. По одному ведется процессуальная проверка. Решение в настоящее время пока не принято. Мера санкции статьи 254 Уголовного кодекса предусматривает от штрафных санкций до 200 тысяч рублей до исправительных работ до двух лет. В настоящее время административными органами и органами контроля приняты меры административного воздействия в отношении общества, привлеченные к административной ответственности. Также в судебном порядке в настоящее время находятся на рассмотрении дела о возмещении ущерба. Почве как объект окружающей среды решение в настоящее время пока тоже не принято. И по вновь выявленным фактам Чебоксарской международной прокуратурой будут проведены надзорные мероприятия и, соответственно, будут приняты меры, установленные законом и установленным порядком. По искам, поданным Ростехоснадзором, в арбитражный суд Чувашии планируется взыскать более 300 миллионов рублей. Кроме того, в случае, если суд поддержит иск, агрохолдингу придется самостоятельно рекультивировать 10 гектаров земли. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Семь тысяч детей из Чебоксар отдохнут этим летом в загородных лагерях и около десяти тысяч в пришкольных. Детские учреждения летнего отдыха уже готовы принять ребят. Они прошли все проверки. В некоторых сделали капитальный ремонт, а где-то установили новые веранды. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельной городской планерке. Для комфортного и безопасного отдыха детей в этом году из бюджета города выделено более 81 миллиона рублей. В каждом лагере нашлось, что отремонтировать. В лагере «Волна» это ремонт кровли, это ремонт пищеблоки, облицовка стены пола, моечной кухни, покупка новых веранд и так далее. Наибольших вопросов было в прошлом году по лагерю «Бригантина» перед открытием. Поэтому средства, определенные на данный оздоровительный лагерь, позволили полностью обновить водоснабжение в данном муниципальном лагере. В частности, была проборена новая артезианская скважина, установлен новый водовод. Таким образом, дети получат чистую, качественную воду. В лагере «Березка» капитально отремонтировали пищеблок, обновили бассейн, который пять лет не работал. Построили веревочный парк. В каждом загородном лагере организована охрана. Работают видеокамеры, оборудованы кнопки тревожного вызова. Также все лагеря оснащены необходимыми средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией. В ходе проверок управлением Роспотребнадзора 10 нашим пришкольным лагерям были выписаны предписания на устранение выявленных недостатков. Всего было указано 46 замечаний. В основном они касались по расстановке технологического оборудования в пищеблоках, по установке моечных ванн и других деталей, которые необходимо было сделать перед открытием пришкольных лагерей. На сегодняшний момент все замечания устранены. Все пришкольные лагеря получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Также на совещании в администрации города обсудили ремонт дорог. В Чебоксарах до 10 сентября должны завершить все работы по программе «Безопасные и качественные дороги». Но по некоторым дворовым территориям еще даже не объявлены аукционы. Алексей Ладыков поручил управлению ЖКХ города разобраться с подобными вопросами в кратчайшие сроки. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Про детей. Так называется образовательная программа, которую разработали специалисты рыбаков фонда. С ее особенностями и принципами познакомились дошкольные педагоги Республики. На базе 200-го Чебоксарского детсада прошел обучающий семинар. Создание развивающей среды, индивидуальный подход к каждому ребенку, обучение через игру. Основные тезисы программы про детей. Именно игра здесь выступает основным стержнем. Главный переход программы предполагает уход от учебно-дисциплинарной модели к созданию пространства, где дети могут развивать свои ключевые компетентности. То есть учатся общаться, учатся работать в команде, учатся договариваться, решать совместные проблемы. Три дня воспитатели Чуваши изучали программу, а также делились своими собственными наработками. Очень интересные люди, очень яркие личности, очень активные, прогрессивные. Отзываются на все интересные инновации, дают качественную обратную связь. Программа вызвала интерес, программа была поддержана. Я думаю, что в конце августа мы будем уже включаться в полноценное обучение. Я думаю, что результаты будут очень высокие. Проект про детей реализуется в ряде российских регионов. Результаты уже есть. Дети стали более самостоятельные. Они стали более ответственные. Они научились планировать свою деятельность. Они научились следовать плану. Они научились контролировать свои эмоции. В ближайшее время такие семинары пройдут в Красноярске, Казани, Волгограде, Водикавказе и других городах. В Чебоксарах прошло командно-штабное антитеррористическое учение. Провел его оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии. Слово моим коллегам из пресс-службы МВД. По замыслу учений группа условных террористов захватила заложников и удерживала их в здании одного из автовокзалов Чебоксар. Преступники выдвинули ряд политических требований, в случае невыполнения которых угрожали уничтожением заложников и совершением взрывов на территории города. В сложившейся обстановке штабам было принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В рамках учений спланированы и отработаны первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей города, а также комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов и нейтрализации бандитов. Считаю, что цели учения достигнуты, как руководитель учения в целом положительно оценивают результаты отработанных учебных угодных. Спасибо всем за работу. Открытие детской академии искусств запланировано на день города Чебоксары. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. На объекте по улице Эльгера, 10А, выездное совещание провел глава администрации города Алексей Ладыков. Ремонт первой в Чебоксарах академии искусств близится к завершению. К 15 июня закончат отделку внутри здания и благоустройство прилегающей территории. Затем начнутся работы по художественному оформлению учебных аудиторий и установка мебели. Академия искусств, рассчитанная на тысячу детей, станет самой большой в городе. В учреждении откроют новые отделения, робототехнику, компьютерную графику, медиашколу, эстрадный вокал. Появится класс электронных клавишных инструментов. Мы оценили ход работ. Все работы ведутся по утвержденному плану. Как говорят строители, дизайнеры и творческий коллектив администрации города. В июле все должно быть готово. Ну и по плану ко дню города будет открытие школы искусств в Северо-Западном районе. Одно из самых ярких событий мая Чебоксарский международный кинофестиваль завершился. В рамках кинофорума прошли десятки мероприятий. Одно из них – кастинг для актеров, который провела кастинг-директор киноконцерна «Мосфильм» Ирина Лаврентьева. На кинопробах побывала и моя коллега Юлия Важенина. Профессий много, но прекрасней всех кино. Попасть на большой экран мечтают многие. Но как это сделать? Пройти кастинг. И здесь важно показать не созданный образ, а то, какой ты на самом деле. Аккуратный внешний вид, неброский макияж и относительное спокойствие. Что важно знать начинающим актерам о кастинге и какими они бывают? Кастинг может проходить вообще в разном формате. Или актер садится перед камерой и рассказывает о себе, если такое нужно режиссеру. Или, если это проба, актер заранее знает текст и приходит и играет этот текст. Это кинопроба. Или же актер приходит в студию, режиссер дает ему какой-то текст. Он его так почитает. Есть какая-то ситуация, он импровизирует. Так тоже может быть. Пообщаться с кастинг директором желали не только начинающие артисты, но и сотрудники национальной телерадиокомпании «Чуваши». Наш креативный продюсер даже попытал счастье на кастинге. Как вас зовут? Сколько вам лет? Что вы закончили? Вы о себе рассказываете. Да. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Мне 32 года. Я закончил юридический факультет Чувашского госуниверситета. И уже 11 лет работаю на радио и телевидении. Во время пробы кастинг директору важно вывести человека на эмоции. Возможно, даже выбить из колеи. Все для того, чтобы посмотреть на реакцию артиста. Я не скажу, что мы образцовая семья, братьев и сестер. Я забыл вопрос, который я так распережула. Да, насколько вы близки. Ну, вот видите, на самом деле мне важен, конечно, ответ на мой вопрос, но более важен мне именно ваши эмоции. Насколько вы можете эмоционировать и какой у вас диапазон. В итоге Ирина предположила, что Миша подойдет роль военного или полицейского. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь.